МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уровень открытости экономики Казахстана почти вдвое упал. Таким образом, по итогам 2015 года показатель составил 43%. В 2012-2014 годах отмечался незначительный спад в уровне открытости экономики. Ситуация особенно ухудшилась в 2015 году, когда товарооборот Казахстана составил по итогам года лишь 43%. Также наблюдается сокращение торгового баланса, такая тенденция стала итогом снижения экспорта Казахстана, в то время как импорт имеет более стабильную динамику. Доля депозитов в тенге за первые три месяца выросла с 31 до 36%. Объем депозитов – более 6 триллионов тенге. В марте средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам национальной валюте сложилась на уровне 14%. За год рынок жилой недвижимости вырос на 23%. За месяц было продано более 14 тысяч домов и квартир. В марте продажи квартир выросли на 30%, домов только на 9%. Второй месяц подряд взрывной рост количества сделок купли-продаж жилья показывает Астана и Алматы. Даже в январе, когда по всей республике отмечался традиционный сезонный спад, в обоих мегаполисах был зафиксирован рост сделок на целую четверть. Почти на треть сократилась доля участия Нацбанка на валютном рынке. В апреле объем интервенции составил 830 миллионов 900 тысяч долларов США. Изменение соотношения спроса и предложения на рынке связано с ростом привлекательности тенге и смещением валютных предпочтений. ВВП Республики по итогам первого квартала переживает спад. Сокращается производство в ведущих сферах промышленности. Власти Индонезии надеются на увеличение объемов торговли с Россией. По словам индонезийского лидера, Джакарда ожидает от Москвы более активных шагов в реализации крупных проектов. Индонезия также надеется, что сможет работать совместно с Россией в реализации крупных проектов, таких как электростанции, железные дороги, морские терминалы. Беларусь хочет залить Индию алкоголем. Впервые речь идет о поставках алкогольной продукции в Индии и накануне был подписан коммерческий контракт на 5 миллионов долларов. Также планируются договоренности для деревообрабатывающей промышленности по поставкам на индийский рынок. Накануне в Дели прошел Белорусский индийский бизнес-форум, в котором приняла участие парламентская делегация Беларуси. Во время форума обсуждалось упрощение предоставлений виз для бизнеса, а также стороны изучают возможность создания прямого авиасообщения между столицами. Товарооборот между Башкирией и Китаем вырос более чем на четверть, составив в 2015 году свыше 582 миллионов. Среди экспортируемой продукции 73,5% приходится на оборудование и транспорт, 14,5% на продукции химпрома и 4,5% на минеральные продукты. На территории республики работают 23 предприятия при участии капитала из Китая. Сейчас на разной стадии реализации находится более 10 совместных с китайскими компаниями проектов. Исландская компания интересуется угольным месторождением на Камчатке. По мнению геологов, хорошее качество каменного угля категории D и высокая степень разведанности позволяет считать месторождение перспективной топливной базой. Запасы превышают 300 миллионов тонн. Разработка предполагается вести круглый год открытым способом, с доставкой топлива конечным потребителям. Транспортировку угля к побережью возложат на большегрузные автомобили. Разработка Крутогоровского угольного разреза может стать крупнейшим экономическим проектом. Выход Великобритании из Евросоюза грозит обвалом курса фунта. Об этом заявили в Международном валютном фонде. Также, возможно, выход Великобритании из Евросоюза может подорвать статус Лондона как глобального финансового центра. Голосование в пользу выхода из ЕС подвергнет затяжной период повышенной неопределенности, который приведет к волатильности финансовых рынков. Кроме того, процесс переговоров Лондона с Евросоюзом и другими партнерами Соединенного Королевства о новых взаимоотношениях может занять многие годы. Индия планирует за два года увеличить экспорт оборонной продукции. Еще в 2014 году Индия экспортировала вооружение на 150 миллионов долларов. И всего за год эту цифру увеличили более чем вдвое, перейдя рубеж в 330 миллионов. Это позволит не только добиться большей доли самообеспечения в производстве, но и откроет значительные возможности для развития промышленности и организации рабочих мест. Импортозависимый Индия, который обеспечивает себя в этой области, пока только на треть в 2015 году экспортировала свою военную технику. Агентство Мудис понизило кредитный рейтинг Саудовской Аравии за цен на нефть. Сочетание снижения экономического роста, высокого уровня долга и низких внешних буферных резервов приводит к тому, что королевство оказывается в менее выгодном положении. Саудовская Аравия недавно объявила о планах диверсификации экономики, которые должны стабилизировать ее кредитоспособность. Кроме этого, это дает возможность для повышения рейтинга в будущем. ВВП Польши и Венгрии снизился впервые за четыре года. Большинство экспертов ожидали роста польского ВВП всего на 6%. В годовом выражении экономика выросла на 3%, что также ниже прогнозируемого уровня. Польша стала единственной в Евросоюзе, которая избежала рецессии после кризиса 2008 года. С тех пор показатели ВВП показывали значительный рост. Данные по ВВП за первый квартал в пятницу также опубликовали власти Венгрии. Показатель снизился на 0,8% при ожиданиях роста на 0,4%. Рост в предыдущем квартале составил 0,9%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова